Казахстанцы должны отказаться от курения кальяна. Такое заявление сегодня сделал главный санитарный врач страны Жандарбек Бекшин. Основная причина, из-за которой всем любителям шиши необходимо забыть о своем увлечении, это масса опасных бактерий и вирусов в трубке и колбе. Врачи даже назвали кальян гламурным аппаратом по быстрой доставке в организм ядов и токсинов. Собираются ли чиновники запретить шишу навсегда, расскажет Айгуль Жамалова. Ирланд Кармысов не просто любитель шиши. Вот уже три года он работает администратором столичной кальянной. Молодой человек уверяет, их заведение закупает смеси для курения у всемирно известной египетской компании «Нахла». Мы тщательно следим за чистотой в нашем заведении. И трубка, и сосуд для воды промываются специальной жидкостью. Каждому посетителю выдается индивидуальный муштук, а в составе трав нет табака. Соответственно, кальян абсолютно безвреден. У нас и лицензии есть, и разрешающие бумаги. Это заведение, по словам сотрудников, ежедневно посещают от 20 до 40 человек. А в выходные дни их количество увеличивается в разы. Такая тенденция всерьез обеспокоила столичных санитарных врачей. Они провели специальные исследования и посетили около 15 кальянных Астаны. Результаты проверок буквально шокировали специалистов. «То, что говорят, что в кальяне нет табака, это тоже миф. То есть в кальянной смеси даже минимальное количество есть никотин. 1,32. К сожалению, наши проверяющие не заметили ни в одном баре, ресторане устройство для обработки вот этих зондов, будем говорить, трубок. Потому что в условиях ресторана практически невозможно их обработать». По словам главного санитарного врача страны, курение кальяна даже в малых количествах вызывает трудноизлечимые болезни. Это пневмония, туберкулез, парадонтоз и язвы в ротовой полости. «По данным международных исследований, которые проводились начиная с 2000 года, очень углубленно. В таких известных международных журналах, как вопросы стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, онкологии, респираторной медицины и так далее, абсолютно чётко доказано, что риск возникновения воспалительно-особенно гнойных заболеваний челюстно-лицевой области именно напрямую связан с употреблением кальяна». У заядлых курильщиков могут образоваться и раковые опухоли. Причина – микробактерии, которые можно удалить лишь в лабораторных условиях. Однако конкретных примеров Бекшин привести не смог. «Я вам сразу скажу, что, наверное, понятно, что исследования такие в Казахстане не проводились». Санитарные службы намерены продолжить исследования в других регионах Казахстана. Будут ли предприняты конкретные действия по разработке законопроекта, запрещающего курить кальян, чиновники не уточнили. «Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, за одну сессию курения кальяна делается около ста затяжек, а значит вдыхается 179 миллиграммов угарного газа. Однако следует помнить, что только за полчаса пребывания на кухне, оборудованной газовой плитой, человек вдыхает от 200 до 800 миллиграммов СО2. А это наводит уже на другие вопросы. Айгуль Жамалова, Марат Кураков, 7 канал.